В квартире у Александры и Ивана Пшеничниковых настоящая картинная галерея. Здесь же талантливые художники и создают свои шедевры. Их творческий путь начался задолго до переезда в Кубинку, в родном Воронеже. Александра посещала кружок рисования, потом поступила в художественно-графическое училище. Там не только отточила мастерство, но и встретила свою любовь. Я очень люблю пейзаж, цветы. Реже портрет получается, а вот без пейзажа жить не могу. Мне надо обязательно куда-то выйти, обязательно с натуры. Александра находит вдохновение на природе, часто выезжает на пленеры. Предпочтение отдаёт акварели. А Иван – мастер графики и иллюстраций. С особой теплотой вспоминает дядю, ведь именно он научил его рисовать. Он меня первый научил рисовать танк на тетрадке в клеточку. Это лет пять, наверное, было. И вот я рисовал. Отец был плотник, у него был карандаш такой, назывался химический. Им хорошо было рисовать на досках. Послюняешь его и рисуешь. Свои юбилеи мастера изобразительного искусства отметили в окружении картин. Цель их выставки – показать разнообразие работ. Пшеничниковы не из тех, кто стоит на месте. Пробуют разные направления и техники. Сейчас Иван осваивает художественные маркеры и никогда не выходит из дома без карандаша. Героями его картин могут стать не только вымышленные персонажи, но и, например, пассажиры электрички. Я сейчас больше, даже больше занялся, больше как бы пишу. Я член Союза писателей России в Московской областной организации. У меня я пишу журналы рассказа каждый месяц. Мне надо писать, рисовать. То есть постоянно идет занятость. Сейчас выпустил две книжки для взрослых и для маленьких. Вот там они все-все иллюстрированы. Позже можно будет посмотреть. Недавно художники впервые представили свои работы на выставке в Звенигороде. У них много планов, в числе которых и дальше помогать раскрываться новому поколению творцов.